Если с вами никогда не случалось защемление седалищного нерва, вы даже не представляете, насколько это скверная история. Ваша задача – двигать голень во внешнем направлении несколько раз, при этом находясь в контакте непосредственно с самой грушевидной мышцей. Но, к большому сожалению, если большая ягодичная мышца не работает по каким-то из вышеперечисленных причин, то человек получает временное облегчение, и через некоторое время проблема возвращается еще более сильно. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Я Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики. И сегодня мы с вами поговорим про чрезвычайно актуальную тему – это защемление седалищного нерва. Дело в том, что эта проблема чрезвычайно распространена. Огромное количество людей сталкивается с ней в возрасте после 30-40 лет. Она становится массовой и чрезвычайно актуальной после того, как тело переваливает за приблизительно середину жизни, и организм начинает разрушаться. Если с вами никогда не случалось защемление седалищного нерва, вы даже не представляете, насколько это скверная история. Люди не могут встать с кровати, люди не могут добраться до туалета. Это добирается до туалета на карачках, буквально на четырех конечностях. Кроме того, это чрезвычайно больно и это чрезвычайно вредно для здоровья людей, с которыми это случилось. А самое страшное, что современная медицина скорее не лечит эту проблему, а лишь снимает болезнь по поводу этой проблемы. У меня были люди, которые лежали дома, без возможности вылечиться, встать с кровати на протяжении месяцев и даже лет. Проблема заключается в том, что защемляется нерв. Этот нерв управляет ногами. Если нерв защемлен, то человек не может вставать на нижние конечности. Вдобавок к этому, каждая попытка встать и нормально перемещаться приводит к мучительной боли. Тем не менее, в рамках массажа мы можем довольно эффективно снимать острую фазу болезненности в момент защемления седалищного нерва. Более того, регулярная работа по коррекцию причин, которые вызывают защемление седалищного нерва, может привести к устойчивой ремиссии. В этом видео обязательно досмотрите его до конца. Мы с вами обсудим, что делать, если произошло защемление прямо сейчас седалищного нерва. И кроме того, я вам изложу стратегию того, что нужно делать, для того, чтобы эта проблема впредь не появлялась или вообще не появилась у вас в будущем. И для того, чтобы разобраться, каким образом лечить эту проблему, нам для начала придется разобраться в механизмах ее возникновения. Помощь из зала. И здесь нам надо обратить внимание на то, как устроены, собственно говоря, седалищные нервы. Если вы посмотрите на стилет, вы обнаружите вот эти вот желтые штутенции. Это нервы. Они защемляются грушевидной мышцей. Грушевидная мышца – это мышца, которая крепится по задней поверхности крестца и по большому вертелу бедренной кости. В процессе ее прохождения она может защемлять выходы нервов, которые выходят из крестца. Почему она это делает? Потому что сустав между крестцом и подвздошной костью утрачивает свою стабильность. Почему сустав между этими двумя костями утрачивает стабильность? Дело в том, что его в норме, в естественном состоянии должна стабилизировать большая ягодичная мышца. У нас есть много видео на канале, посвященное большой ягодичной мышце. И вот эта мышца перестает работать. И как следствие ее функцию на себя принимает грушевидная мышца. Грушевидная мышца гораздо меньше по объему. Кроме того, она гораздо хуже приспособлена к тому, чтобы стабилизировать сустав между крестцом и подвздошной костью. И поэтому она входит в состояние спазма. И в этом спазме она защемляет седалищный нерв. Бям ломается по множеству самых разнообразных причин. Назову пять основных. Во-первых, это проблемы с психоэмоциональным состоянием, когда человек бишет неправильно и сдвигает кишечник, и зажимает седалищный нерв. Кроме того, это могут быть проблемы с пищеварительной системой, когда кишечник увеличивается в объеме, происходит воспаление, и кишечник зажимает седалищный нерв. Кроме того, это могут быть асимметричные нагрузки. Распространенной проблемой с большой ягодичной мышцей также может являться то, что человек зажимает себе шейный отдел позвоночника, располагая голову неправильным образом при просмотре, например, этого видео. Кроме того, малоподвижный образ жизни и нарушение паттерна ходьбы может являться одной из причин того, что большая ягодичная мышца не работает. Итак, большая ягодичная мышца не работает. Это, в свою очередь, приводит к компенсаторному напряжению грушевидной мышцы, что приводит к защемлению седалищного нерва. Проблемой здесь, помимо прочего, является то, что когда грушевидная мышца избыточно воспалена и зажимает седалищный нерв, это приводит к тому, что она также зажимает и нервы, которые управляют большой ягодичной мышцей. Таким образом, чем сильнее напряжена грушевидная мышца, тем хуже работает большая ягодичная мышца. А чем хуже работает большая ягодичная мышца, тем сильнее напрягается грушевидная мышца. Современная медицина предлагает для избавления от этой проблемы вколоть внутрь грушевидные мышцы обезболивающее навокаин, что приведет к тому, что грушевидная мышца расслабится, и таким образом исчезнет мучительное защемление седалищного нерва, которая в свою очередь приводит к тому, что не работает большая ягодичная мышца. Но к большому сожалению, если большая ягодичная мышца не работает по каким-то из вышеперечисленных причин, то человек получает временное облегчение, и через некоторое время проблема возвращается еще более сильно. Отдельно я бы хотел сказать о том, что проблемы с большой ягодичной мышцей в свою очередь приводят к тому, что человек во время ходьбы и движения и поддержания вертикального положения тела перекладывает нагрузку с большой ягодичной мышцы на квадратные мышцы поясницы, что в свою очередь приводит к тому, что объем движения в поясничных позвонках, вот здесь, вот в этом регионе, существенно увеличивается. Увеличение подвижности в поясничном отделе позвоночника приводит к более высокой вероятности образования грыж межпозвоночных дисков в поясничном отделе позвоночника. Эти грыжи, в свою очередь, защемляют нервы, видите, вот здесь все они выходят, что в свою очередь приводит к тому, что начинает хуже работать большая ягодичная мышца, и возникает проблема защемления седалищного нерва. Таким образом, проблема в ягодице начинает распространяться вниз через защемление нервов и начинает распространяться вверх через образование грыж в поясничном отделе позвоночника. Любопытным моментом касательно защемления седалищного нерва и проблем в поясничном отделе позвоночника является то, что когда эти проблемы возникают, это чрезвычайно скверно отражается на внешности ваших нижних конечностей. Это приводит к тому, что нарушается венозный отток из нижних конечностей, Это приводит к тому, что хуже работают лимфатические узлы в паху и по внутренней поверхности бедра. Кроме того, это приводит к тому, что нижние конечности гораздо хуже иннервированы, и таким образом гораздо хуже управляется центральной нервной системой, что приводит к существенному ухудшению внешнего вида. Это и отечность, это и разрастание подкожных жировых отложений, это и нарушение циркуляции венозной крови, варикозное расширение вен, возникновение сосудистой сеточки. Все это связано с тем, что у человека хуже с поясницей. Все это связано с тем, что нервы защемлены и кровоснабжение нарушено. Возникновение отека, например, может приводить к тому, что микроциркуляция по капиллярам будет нарушена, и таким образом ноги могут иметь существенно другой оттенок, быть синюшными. Это связано с тем, что под кожей много застоялось лимфы и жидкости, и эта жидкость не дает нормально циркулировать кровью по маленьким капиллярам. Таким образом, эта проблема не только связана со здоровьем и мучительными состояниями в момент защемления. Кроме того, на регулярной основе, когда эта проблема возникает, она приводит к существенному ухудшению внешнего вида, формы. Кроме того, это крайне вредно для органов малого таза. Это вся мочепыловая система и у мужчин, и у женщин. Если вы знаете, что это за проблема, если вы с ней сталкивались, если вы хотите зарабатывать на этом хорошие деньги, помогая людям оздоравливаться и быть более красивыми, то я вам рекомендую переходить по ссылочке в описании, и там вы сможете зарегистрироваться на трехдневный бесплатный марафон, посвященный тому, каким образом делая людей более здоровыми, делать их более красивыми и при этом зарабатывать на этом очень хорошие деньги. Я рекомендую каждому специалисту, который его еще не посетил, обязательно перейти по ссылочке и его посетить, потому что в этом трехдневном бесплатном марафоне изложено настолько много важного и ценного материала, что ваше сознание изменится, и вы сможете зарабатывать больше денег, только посетив этот марафон. Итак, давайте я вам сейчас дам в ваше распоряжение практический инструментарий, каким образом снимать острую боль во время защемления седалищного нерва. Напоминаю, что все инструкции, которые я вам предлагаю, они имеют относительную применимость, и для того, чтобы хорошо помогать людям, вам рекомендовано все-таки получить профессиональное образование и быть уверенным в тех результатах, которые вы получаете. Итак, проблема с защемлением седалищного нерва прежде всего связана с тем, что укорачивается грушевидная мышца. Грушевидная мышца располагается от большого вертела бедренной кости до крестца. Если говорить о том, как она расположена, она располагается вот в таком направлении, условно говоря, поперек ягодицы. Одной из главных функций грушевидной мышцы является латеральное, то есть внешнее вращение бедра. Это когда коленка идет во внешнюю сторону. Мы можем увидеть вот это вот движение через приведение согнутого колена к средине линии, на себя. Таким образом, в тот момент, когда мы выполняем подобное движение, грушевидная мышца укорачивается. Наша задача – грушевидную мышцу растянуть, поэтому мы выполняем движение по медиальному вращению бедра. Вот таким вот образом мы и выполняем движение. Здесь очень важно, чтобы вы выполняли это движение максимально бережно и медленно, потому что мышца уже сейчас укорочена, уже сейчас эта мышца давит на нерв, и поэтому в тот момент, когда вы ее начинаете растягивать, она начинает давить на седалищный нерв сильнее. Поэтому ваша задача – растягивать ее таким образом, чтобы это не привело к более сильному сжатию седалищного нерва. Мы можем выполнить эту задачу через очень медленное отведение колена и голени во внешнюю сторону. Ваша задача – двигать голень во внешнем направлении несколько раз, при этом находясь в контакте непосредственно с самой грушевидной мышцей. Вот сейчас я чувствую, каким образом у меня начинается вращение бедренной кости в медиальном направлении, и здесь я чувствую, каким образом происходит растяжение грушевидной мышцы. Повторяйте это движение несколько раз с минимальной амплитудой, доходя до точки болезненности, и застывая в этой точке болезненности на некоторое время. Попросите вашего подопечного подышать в процессе выполнения этого движения. Например, вот мы дошли до какого-то порога, где дальше есть избыточная болезненность. И мы просим человека в этот момент сделать несколько медленных, глубоких вдохов и выдохов, и после того, как болезнь начнет снижаться, мы несколько увеличиваем амплитуду движения. Существует также еще один способ расслабить грушевидную мышцу. Это так называемая постизометрическая релаксация. Когда в тот момент, когда мы отводим ногу во внешнем направлении, совершаем медиальное вращение бедренной кости за счет этого, мы просим нашего пациента, нашего подопечного, страдающего от защемления, оказать легкое давление во внутреннем направлении. Вот сейчас я прошу свою модель оказать легкое давление в направлении к середине. Считаем до пяти. И после этого расслабляемся. Расслабляемся. и обнаруживаем, что диапазон растяжения после этого увеличивается. Это связано с тем, что мышечные волокна могут быть в состоянии напряжения порядка пяти-семи секунд. Соответственно, в тот момент, когда мы массово напрягаем все мышечные волокна внутри мышцы в течение пяти секунд, они некоторое время работают, потом устают, что позволяет нам выполнить более сильное расслабление. Станислав, у меня вопрос. А как это движение помогает освободить нерв? Мышца уменьшается в размерах, получается? Каким образом это движение позволяет освободить нерв от защемления? Дело в том, что мы увеличиваем длину мышцы. Таким образом мы приводим к увеличению пространства между костью и мышцей и увеличиваем то пространство, в котором внутри находится нерв. За сколько минут это упражнение мне поможет? Это упражнение позволит вам снять напряжение по большой ягодичной мышце за 5-10 минут. Здесь я вам показал вариант, когда вы выполняете движение для вашего подопечного, для вашего клиента. Если проблема случилась с вами, то вы можете себе помочь. Напоминаю, что главная задача – это выполнить медиальное вращение бедра. Вы можете отвести ногу за внешнюю линию и выполнить движение за счет напряжения мускулов или до некоторой степени можете помочь себе при помощи рути. Давайте покажем. Здесь важно обратить внимание на то, что очень часто, когда есть проблемы с защемлением седалищного нерва, возникают проблемы по поясничному отделу позвоночника, поэтому это движение надо выполнять крайне осторожно, если у вас есть проблемы с грыжами. Еще больше приемов для самопомощи, самомассаж, физические упражнения, объяснение того, как это внутри устроено, а также дыхательные упражнения вы сможете найти в рамках нашего спонсорского канала. Подписывайтесь, переходите по кнопке «Спонсировать» чуть ниже этого видео. Итак, возвращаемся к нашей модели. Мы обсудили, каким образом проблема влияет на состояние здоровья. Мы обсудили, как она влияет на внешность. Мы обсудили, каким образом можно снять острую фазу заболевания. Давайте теперь поговорим о том, каким образом нам надо работать для того, чтобы снять эту проблему в будущем, чтобы она не появлялась. Напоминаю, что если вы растянули грушевидную мышцу, это не решило проблему большой ягодичной мышцы, и проблема может уйти на некоторое время, стать не столь острой и актуальной, но все равно надо лечить большую ягодичную мышцу. Вот у нашей модели, я могу с уверенностью сказать, что у нее есть болезнь по местам крепления большой ягодичной мышцы. С одной стороны. И вот здесь вот более отчетливо мы видим проблему. Таким образом, необходимо регулярно работать с большой ягодичной мышцей по местам ее прикрепления, по крестцу и по подвздошной кости. Здесь очень важная история. Много раз об этом говорил и постоянно сталкиваюсь с тем, что люди продолжают давить на место выхода седалищного нерва. Необходимо работать именно по медиальной части большой ягодичной мышцы. Давайте посмотрим внимательно на модели. Есть крестец, вот приблизительно здесь. И приблизительно на этом уровне располагается место прикрепления большой ягодичной мышцы. Чуть ниже, приблизительно в середине ягодицы, располагается выход седалищного нерва. Именно здесь выходит грушевидная мышца. Соответственно, каждый раз, когда вы начинаете массировать середину ягодицы, вы таким образом начинаете массировать, во-первых, грушевидную мышцу, во-вторых, начинаете массировать седалищный нерв. В тот момент, когда мы прикладываем усилия по размассированию грушевидной мышцы, это приводит к усилению воспаления и к усилению защемления седалищного нерва. Пожалуйста, никогда так не делайте. Более того, на своем опыте могу сказать, что постоянно приходят люди, которые говорят, вот здесь вот болит. Пожалуйста, Станислав, надавитесь здесь посильнее, чтобы у меня аж искры из глаз полетели, и, наверное, от этого станет легче. Нет, коллеги, легче не станет. Середина ягодицы – это запрещенное для прикосновения место. Вы можете прикасаться к грушевидной мышце и седалищному нерву, если вы очень хорошо умеете работать с этими местами и знаете, что делать. Это место опасно. Мы работаем с местами прикрепления большой ягодичной мышцы по крестцу, по крестцово-бугорной связке, по подвздошной кости и проминаем все тридеры, которые возникают в этих местах. Также стоит обратить внимание на то, что вы, если хотите решить проблему глубоко, должны поработать с крестцово-подвздошным сочленением, и обязательно стоит обратить внимание на поясничный отдел позвоночника, потому что нестабильность поясничного отдела позвоночника также может вызывать эту проблему. Кроме того, напоминаю вам, что реабилитация большой ягодичной мышцы должна состоять из двух частей. Во-первых, мы должны промассировать места прикрепления самой мышцы. Было бы очень хорошо, если бы вы разобрались в первопричинах, почему большая ягодичная мышца не работает. Еще раз, это и тишечник, и дыхание, и психоэмоциональное состояние, и шея. Мы сначала обеспечиваем функциональность мышцы, после чего, когда мышца функциональна, мы ее тренируем. Если мы сначала тренируем больную проблемную мышцу, то она перебросит нагрузку на другие замещающие структуры, что приведет к усилению защемления седалищного нерва. Запрещены физические упражнения до того, как вы пролечили большую ягодичную мышцу. Напишите в комментариях ваши истории того, как у вас было защемление седалищного нерва. Расскажите, насколько это было мучительно по шкале 10 баллов. Расскажите, как долго проблема продолжалась, и насколько эффективно было лечение посредством блокад, и что вам, в конце концов, помогло излечиться. А я благодарю вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Я буду признателен всем, кто напишет комментарии, поставит лайки, подпишется на канал, потому что все это помогает продвижению канала и сделает это видео более просматриваемым, более широкой аудиторией. Огромное количество людей мается этой проблемой, огромное количество людей идет вообще не туда в смысле лечения, поэтому каждый раз, когда вы ставите лайк или пишите комментарий, вы помогаете распространению этого видео и помогаете больным людям. Ну а с вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики и одноименного YouTube-канала, где мы с вами учимся решать острые проблемы, учимся смотреть в первопричины и при этом зарабатывать хорошие деньги. До новых встреч, друзья. До свидания.